Ребят, сейчас покажу вам упражнение для Леспола конкретно. На самом деле очень простое, но интересное, как мне кажется, с учетом его функциональности. То есть вы видите, что здесь есть вот такие вот ручечки, да, вот эти все. Сейчас мы покажем вам упражнение классное, которое, как мне кажется, реально полезно абсолютно всем. По крайней мере, мне бы оно точно было полезно, если бы я вот только вот учился на Лесполе играть. Куча упражнений и ваше мышление вот в этой книжечке по ссылочкам в описании, как и все каналы, мои Телеграм, Ютуб и все остальные. В общем, подписывайтесь, приобретайте, интересуйтесь, спрашивайте. Итак, значит, упражнение на Леспол. Следующее. Может, вы меня сейчас назовете идиотом, но это реально полезная штука. Короче, у нас четыре ручки, и на самом деле крутить их дело-то как бы хитрое достаточно. Как раз не нехитрое, а прям как раз хитрое. Значит, что мы с вами делаем? Мы берем, да, берем, значит, вот такую штуку, мажорный аккорд. У нас есть два звукоснимателя, neck и bridge. Что мы делаем? Мы играем один аккорд. У нас убраны все ручки, звукосниматель у нас бриджевый. Значит, я играю этот аккорд, выкручиваю ручку. У нас их четыре, да, тон и громкость. Появляется сначала громкость, потом я переключаю, появляется громкость другого датчика. Потом я переключаю, появляется тон одного датчика, потом я переключаю, появляется тон другого датчика. И, соответственно, играю по одному такту после переключения еще, соответственно, чтобы послушать этот звук. Ну, давайте просто покажу, будет понятней. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 То есть таким образом мы выкручиваем все эти ручки в темпе, который может быть, имитирует вашу песенную ситуацию, когда вы играете какую-то песню. В таком случае реально получается, что вы очень приближены к темповому ограничению, когда просто вы не можете никак сейчас игнорировать темп. И с этим обычно проблема возникает. И, соответственно, давайте еще раз. Значит, сыграли аккорд. Вы считаете все это время под метроном. Да, есть метроном. Раз, два, три, четыре. Выкручиваете одну ручку. Значит, потом играете один такт, какой-то рифачок. Потом переключаете следующий звукосниматель. Выкручиваете другую ручку громкости. Затем возвращаете обратно, выкручиваете тон. Зачем возвращаете обратно, выкручиваете другой тон. И все это в темпе, и все это один такт. Вы просто повесили аккорд, один такт играете. Это нереально дисциплинирует и нереально прокачивает ваш навык своевременного управления тоном. И вообще, в принципе, звуком, потенциометрами и датчиком. Хотя обычно этим никто не занимается. Спасибо, что посмотрели это видео. Мне кажется, оно должно быть многим полезно. Но не будет полезно тем, у кого лишь одна ручка, как у меня на, соответственно, моей маленькой гитарке, без тона и без всего остального. Спасибо, друзья. Значит, на Лос-Поле мы с вами зажжем.